Продолжение следует... Давайте для начала я напомню некоторые стандартные функции, которые автоматизируют системы ВМС при процессе сборки заказов. Первое, конечно же, приемка заказов из ERP-системы. Далее следует планирование заказов, создание места подбора, то есть создание работ, по которым заказы собираться. Это автоматический поиск ячеек для сборки этих заказов, дальнейших контроллеров, автоматическое распределение и вытащи задач между персоналом, освеживание процессов сборки в режиме реального времени, сравнение данных по реальной сборке и с тем, что уже ожидалось для этого заказа. Это, в общем-то, стандартная для любой современной ВМС-системы функция. В рамках данного доклада я хотел бы остановиться на следующих технологиях. Это технологии мультипитинга, пункту сбор и динамических каналов отбора, которые, в общем-то, позволяют оптимизировать как раз процесс сборки нашего заказа. Ну что ж, давайте начнем с технологии мультипитинга. Что это такое? Значит, мультипитинга – это технология, позволяющая отборщик одновременно собирать несколько листов отбора под различные заказы. То есть отборщик, заходя в специальное меню мультиотбор, получает первый лист отбора. Он должен при этом привязать этот лист отбора к определенному курору. То есть у него на терешке или на каком-то специальном устройстве есть n-ое число мест хранения, куда он будет собирать разные части заказа, разные листы отбора. Значит, первым делом, получая первый лист отбора, соответственно, привязываем его либо к определенному месту на терешке, либо к определенному имени контейнера. Получая следующее задание, привязываем его к следующему. Таким образом, мы получаем связь конкретного листа отбора, который связан с определенным заказом, и определенного контейнера. Далее, когда он получил все возможные листы отбора, количество их зависит от вместимости, то есть каждое устройство имеет некое ограничение, например, 10 листов отбора, то есть 10 контейнеров подборных. Система сама выстраивает ему общий маршрут, который позволяет собрать все эти листы отбора одновременно. То есть она выстраивает общий маршрут обхода, который позволяет идти по шару и собирать все детальные листы, которые он получил. Значит, первым делом, у него уже первая работа, исходя из этого маршрута. Подходя от ячейки, он в первую очередь должен идентифицировать груз, то есть он должен указать, система ему говорит, что ты должен подойти в такую ячейку, там приезжать в такой-то груз, такого-то товара. Он должен подтвердить, что он его нашел. Каким образом? Либо сканированием имени груза, да, вот уникальной наклейки, либо, например, сканированием там, штрихоза товара. Следующая система сообщает ему, какое же количество товара, исходя из конкретного требования листа отбора, он должен отобрать. Он подтверждает это количество, отбирает. И она же подсказывает ему, какой из контейнеров, которые у него есть на тележке, он должен положить. Таким образом, соответственно, он начинает отбирать часть конкретного листа отбора. Если, например, из этой же ячейки требуется отбор следующего листа, то есть такой же товар требуется другой заказ, да, ему сразу же выдается следующее задание, и, соответственно, подтверждая отбор, он, система сообщает ему о том контейнере, соответственно, о том листе отбора, который он должен выполнить. После того, как он соберет все листы отбора, то есть заполнить все контейнера, которые у него были с собой, система отдаст ему работу на развоз этих контейнеров, то есть раскладывание уже непосредственно по ячейкам сборки заказов. Ну, какие, в общем-то, параметры, какие настройки в данном случае могут быть, да? Безусловно, это как раз количество тех контейнеров, которые он может одновременно собирать, то есть количество листов. Следующее, так как, в общем-то, это все собирается в некие стандартные тары, да, стандартные упаковки, обязательно должно быть ограничение по вместимости данной тары, да, то есть, чтобы система ММС, да, могла формировать листы отбора, которые непосредственно помещают в тары, в которых он производит отбор. Ну что же, какова эффективность подобной методики, да? Ну, первое, возможность современного сбора нескольких заказов. Безусловно, это одно из основных преимуществ. Минимизация холостого пробега и оптимизация маршрута обхода, да, для полученных листов. Возможность гибкой настройки количества отбираемых листов, соответственно, возможность разной тережки для каждой из этих тережек, соответственно, свои правила, да, то есть свое количество контейнеров, своя вместимость и так далее, да? К чему это приводит? К увеличению скорости подбора заказов. И, соответственно, одно из применений в данной технологии – отсутствие необходимости сортировки после обороны, так как вы получили в каждом контейнере часть конкретного заказа. Ну что же, мы с вами посмотрели технологию мультипитинга. Давайте теперь посмотрим в следующую технологию. Технологию, которая называется пункт ускор. Что вам на себя представляет? Ну, первое, я хотел бы отметить основное отличие данной технологии от технологии мультипитинга. Мультипитинг не накладывает существенных ограничений, кроме формирования самих листов отбора, непосредственно на заказы. То есть в рамках технологии мультипитинга вы можете собирать совершенно различные заказы, различных приоритетов, различных требований к товарному ассортименту и так далее. То, что касается технологии пункт ускор, здесь она применяется только при волновой сборке. То есть когда у вас есть ряд заказов, которые обменены неким общим признакам. Ну, например, эти заказы пришли к определенному моменту времени, и все заказы, пришедшие к этому моменту времени, вы хотите одновременно собрать, ну, например, в течение 3-4 часов. Запускается волна. То есть заказы объединены в эту волну. В каждом заказе есть свои требования по товару. И здесь она накладывает существенное ограничение на лунный корпус, чтобы заказы, которые входят в волну, у них не было специфических требований к отбираемому товару. Сейчас мы тогда посмотрим на технологию, вы поймете почему. Ну вот, в данном случае пример приведем такой. У нас есть волна из трех заказов. Заказ 1, заказ 2, заказ 3. В каждом есть товар 1, и в первом заказе требуется 1 коробка, во втором 1, и в третьем 2 коробки. То есть технология Кутус Тур позволяет сделать общий лист отбора на все заказы. И, соответственно, когда отборщик будет подходить непосредственно для отбора, ему предложено отобрать сразу 4 коробки. То есть он отберет суммарное количество товара под все требования заказа по этому товару. Ну, так как мы отобрали суммарно, следующее, конечно же, нам потребуется произвести разгоз. То есть нам теперь необходимо разглажить наш суммарно консолидированный отбор по тем заказам, которые у нас находятся в волне. Соответственно, следующий этап технологии Кутус Тур — это и есть как раз развоз и раскладывание. То есть система ВМС выстраивает маршрут таким образом, чтобы, опять же, он минимально обошел все требуемые ячейки сбора. И, соответственно, подходя к каждой ячейке, оперативно получать задание, в какой ячейке он должен подойти, какой товар из тех, что он отобрал, он должен выложить и в каком количестве. Подтверждение товара в данном случае ведется по штрих-коду товара. То есть, в общем-то, при применении такой технологии, скорее всего, все товары должны иметь штрих-кода производителя или артикула, по которому вы можете отсканировать и подтвердить. Если, например, для данной ячейки, то есть для данного заказа необходимо выложить следующий товар, который был обработан в рамках этого листа отбора, система сразу же предложит. То есть, подходя к ячейке, он выкладывает все, что необходимо, все, что он собрал в рамках этого концернированного листа отбора, и потом получает следующее задание, следующий ячейк и так далее. Ну вот, небольшая схемка, еще раз, как это выглядит. То есть, у нас в рамках волны мы получили зеркосистемную заказы, мы объединили по неким признакам волну, в Мэйлис выстраивает общий маршрут и создает консолидированный лист отбора на все-все заказы. Сборщик собирает заказы по консолидированному вот все заказы листу отбора, и дальше идет разгруз. Значит, какие же здесь, в общем-то, имеются настройки? В данном случае у нас это реализовано в рамках правил социализированного подбора, соответственно, вы можете, ну, например, в рамках одной зоны или в рамках одних типов заказов применять эту технологию, в рамках других фондов, других типов заказов применять совершенно другую технологию. Ну, какова эффективность, для чего такая технология может применяться? Ну, конечно же, она оптимизирует отбор природовой сборки. В чем он заключается, в оптимизации? Это оптимизация полоскового пробега товара отбирается сразу под большое количество заказов. То есть вы именно в сложах, в местах хранения, в местах отбора сразу же отбираете большое количество от всех заказов, которые у вас находятся в области. Оптимизация маршрута природного отбранного товара, увеличение скорости подбора, да, и возможность гибкой настройки работы в разных трудах склада по разному технологию. А можно поподробнее, вот последний? Что значит гибкая настройка работы в различных зонах склада по разному технологию? А я уже отлично. Дело в том, что, смотрите, это сделано в рамках правил сознательно-местного подбора. Соответственно, эту технологию вы можете применять, например, для волны, или когда вы собираете волну в определенной зоне, а в другой зоне вы можете применять, не знаю, новый мультипикинг, например, и так далее, да? Реально есть? Были такие клиенты, которые... Какой меж технологии? Мультипикинг? Мультипикинг? Ну, пожалуйста. И с ограничением по количеству строго. Мультипикинг вообще это технология, которая очень активно применяется на западе, да, и к нам она тоже активно приходит, и, кстати, она активно работает в связке с вуиспикингом, да? У нас у кого? У нас, например, она применяется в компании Центрова область, она применяется в компании Омега Поставка, это реабилитующие для автокомплектующих. То есть, получается, небольшие заказы, то есть, мультипикинг, для скрометрия, для небольших заказов? Ну, дело в том, что это не совсем для небольших заказов. Мультипикинг, да, порог. Если у человека по одной улице, вот говоря, 50 пробок, а по-другому 10, то он и 50 заложит себя в основе, если он начал отгар... Нет, поймите, смотри. Если говорить про мультипикинг, ограничение как раз в том, что у вас есть стандартный, стандартный, там, терешка, да, или там, в общем-то, да? В ней есть стандартный контейнер, соответственно, листы отбора, они разбиты именно по принципу, что, ну, это как тот, это конвейер, условно, да, или... Я просто отвечу на этот вопрос. Да, мультипикинг, он применяется для мелкой ячейских складов, он выбирается в мелких штук. Обычные комплектации, безусловно, он может быть не до короче. Да, он применяется для этого, обычно это... Ну, это и приел, например, что, безусловно. Большие клёвы поставок, и нужно обменять сразу большие крювистовы, конкретно для мелких, родов, складов, интернет-магазина. Да, но это... Ну что, едем дальше. Итак, мы посмотрели две технологии, осталась у нас технология динамических каналов оборота. Ну, для начала давайте напомним, что же такое вообще канал разбора. Ну, лабора это ячейка или группа ячеек, в которой хранится определенный товар, и которая автоматически пополняется этим товаром из зоны хранения. То есть... Ну, для какой-то определенной ячейки задается вручную, что здесь должен храниться товар, и задается некий крим, или какие-то максимальное, оптимальное, минимальное количество, исходя из которых система МВС должна автоматически поддерживать этот запас. Что такое максимальное количество? Это то количество, которое максимально может поместиться в эту ячейку. Ну, например, это несколько коробок. Если мы говорим именно про штучный канал отбора, дальше мы в основном как раз про штучные группы. Оптимальное количество — это количество, опускаясь до которого система понимает, что раз количество ячейки меньше оптимально, то она должна уже, в общем-то, начинать формировать потихонечку, так называемые, потребности. То есть она понимает, что, скорее всего, скоро нужно будет выполнять эту ячейку. Когда количество в канале опускается не для минимального, соответственно, потребность повышает у нее приоритет, мы можем ее, например, выполнить быстрее. То есть, в общем-то, сформировать количество опора для выполнения быстрее. А если, например, количество в канале опустилось до нуля, то это самая приоритетная потребность, она выполняется в первую очередь, и, соответственно, мы пополняем канал сразу же, да, первого приоритета. Итак, значит, статистическое изображение, что же такое динамический канал отбора, да, и в чем, в общем-то, их основная задача, да, назначение. Ну, основное, да, это каналы, которые могут создаваться системой автоматически, исходя из тех правил, которые вы задали. Ну, какие же это параметры, какие правила, да? Ну, первое, это процесс, то есть, в рамках которого система должна понимать, что она должна создать канал отбора. Какие есть процессы? Приемка, размещение отбора. Ну, что по приемке, да, то есть, например, если вы говорите, что я хочу создавать канал при приемке, как только приходит у вас товар по приемке, и если есть соответствующие правила, система понимает, раз нужно пополнить, она делает отбор непосредственно из зоны приемки, не размещая это, да, зону хранения, а непосредственно сразу пополняет зону канала. Ну, процесс размещения имеется в виду, что вы можете вручную подойти, если есть соответствующие правила, вы положили в мячейку некий товар, и есть правило, система сама создала канал, если нужно, еще пополнила в необходимое. А процесс отброски, мы немножко подальше с вами посмотрим, это так называемое пополнение подзаказ. Значит, ну, какие есть еще параметры для создания каналов отбора. Ну, это характеристики будут, ну, например, там, можно ли смешивать в них товарные партии, да, сроки, ну и так далее, да. Безусловно, нужно указать, какая же зона для создания этих каналов отбора, да, какова она, где искать ячейки, чтобы создать наш канал отбор. И последнее, очень важный параметр, как определить количественные параметры нашего канала отбора. Ну, вот здесь наша система предлагает следующие стратегии. Ну, первая, это одна коробка. Ну, например, как только у вас получилась некая потребность, даже если она меньше коробки, мы пополняем это коробочным, ну, так как нам нужна штучная отборка, да, безусловно, штучкой нам вообще нет смысла отбирать, чтобы потом еще раз отбирать штучкой. Проще, понятно, пополнить коробочкой. Следующая стратегия по объему штучки или по объему коробки. То есть, когда у нас есть заданный объем ячейки, он введен в БМС, есть объемные, наверное, весовые характеристики штуки и коробки, и система рассчитывает, исходя из этого параметра, какое же количество штук или какое же количество коробок туда может поместиться. И последний параметр, он также очень интересен, это по статистике отборов. Дело в том, что в системе сохраняется статистика отборов за предыдущий период. То есть, вы знаете каждый день, какое количество из этой зоны было, например, отобрано товар. Вы можете, исходя из тех параметров, которые вы задаете в системе, указать, за какой период вам нужно собрать статистику, ну, например, за сколько дней назад вам нужно посмотреть, и потом, на сколько же дней вперед вам нужно пополнить канал. То есть, на сколько же по объему вам нужно собрать канал. Ну, например, вам нужно трехдневный запас держать, или двухдневный, и так далее, да? Ну, в общем-то, это как раз экраны, как это выглядит в нашей системе, да? То есть, в общем-то, как раз отображен параметр, который задает те количественные характеристики канала. А теперь хотелось бы отдельно остановиться на пополнении под заказ. Ну, вот представим задачку. У нас есть зона штучной комплектации. Количество в ней ячеек, оно намного меньше, чем ваш ассортимент. Но при этом, каждый день вы собираете по количеству товаров не более вместимости этой зоны. Соответственно, если бы вы работали по статистическому каналу, вы бы каждый день набивали эти каналы, да? У вас пришли заказы, вы просто там начали пополнять. Теперь давайте посмотрим, как же это будет работать, если мы будем применять эти технологии динамического канала подбора. Предположим, к вам пришли заказы. Соответственно, в определенный момент мы понимаем, что в зоне канала подбора, то есть в зоне штучной комплектации, у нас не хватает, исходя из тех требований, которые пришли в рамках заказов. Соответственно, система сама создает канал отбора. Дальше, раз создался канал отбора, то система, исходя из этого канала отбора, создает работу на его пополнение в зону хранения, да? В зоне динамического хранения. Оператор производит отбор из ЗДХ и везет в зону канала подбора, пополняет. Как только произошло пополнение, то есть как только он положил коробки, да, именно в зону штучной комплектации, система знает о том, что канал пополнен, она автоматически допланирует из этого канала тот проблемный лист, который был по нашему заказу, то есть то, чего нам не хватало, то, чего мы ждали для пополнения. И в нашей системе есть такое понятие, как динамическое перераспределение листового подбора, то есть вот эту перепланированную детальку мы можем добавить в лист, уже созданный, да? То есть, предположим, у нас, когда мы запускали заказ, в этой зоне были товары, часть из них, да, часть мы планировали, часть не было, когда мы их пополнили. Соответственно, мы перераспределили наши листы отбора и получили уже листы отбора с учетом всех отборов, необходимых в наш заказ. Таким образом, мы можем в рамках даже этой небольшой зоны ее всегда динамически пополнять, исходя из тех потребностей, которые фактически к вам приходят ежедневно, например, да, исходя из тех заказов, которые вам нужны. Ну что же, давайте теперь посмотрим на эффективность данной технологии. Ну что же, основное, конечно же, плюс этой технологии, это создание удаления в автоматическом режиме наших каналов подбора, да? Гибкая настройка принципов создания ограничений, то есть у нас есть правила, исходя из которых вы можете это настроить. В некоторых складах применяются две одновременно технологии, то есть на сбор в одних заказах они применяют заказы на пополнение, то есть динамически каналы создаются под заказ, а вторая часть — это по статистике, то есть они условно знают по определенным заказам, что у нас есть такая-то статистика, есть такое-то количество обычно этого товара отбирается, и, соответственно, они производят пополнение еще и на статистике. То есть возможность организации создания пополнения каналов просто есть требования текущих заказов, а экономия ячеек в зоне штучной комплектации. Итак, мы с вами рассмотрели три технологии, да, которые применяются для оптимизации сборки. Ну, хотел бы немножко остановиться на том, что все эти технологии, которые я сейчас упоминал, и не только, да, реализованы в последней версии нашей системы, слову WMS 4.0, Кроме этого, вы там найдете обновленный идеальный модуль для загрузки внешних документов, да, и выгрузки, полноценную поддержку группы WMS 4.0 с решением. Могу коллективу свой обновленный модуль управления 2.0, новый модуль удаленную складовую управление несколькими складами из одного центра, модуль биллинга и новый интерфейс взаимодействия с яркой системой. Ну и немножко у нашей компании, у тех стандартов, которых мы придерживаемся. Ну, первое, да, все процессы обслуживания заказчиков компании Solvo, они сертифицированы в соответствии с международным стандартом ISO 9000-2008. В 2005-м мы получили первую сертификацию, ежегодно у нас проходит аудит, мы постоянно подтверждаем этот стандарт. Следующее, WMS является единственной российской системой управления складом, входящей в международный реестр фрау-пойков, председатель институтом в движении логистики в Германии. В 2009-м году ежегодно мы это подтверждаем. Мы являемся лидерами технического ведения на российском рынке. В 1995-м году работаем, являемся интеграторами. В общем-то, у нас реализованы очень много различных проектов в различных направлениях. Спасибо за внимание, готовы ответить на ваши вопросы. Алина, спасибо. Можно, конечно, первый вопрос от себя задам. В России WMS-системы активно стали внедряться на меньше 10 лет. Есть ли у вас в практике случаи, когда компания меняет WMS-систему, когда она была внедрена, а с чем это связано? В России WMS-системы, в России WMS-системы, в России WMS-системы. Так что, наверное, это основные причины. Потом есть еще причина неудовлетворенности, например, по производительности. То есть, в общем-то, может быть, функционал хорошей, это замечательно. Но мы выходим на новый уровень, мы должны собирать сотни тысяч штук ежедневно, и просто система не тянет пущая. А вот когда у меня вопрос, вы упомянули, что внедрение по обуви, какая-то особенность есть по складу для обуви? Ну, вы знаете, конечно, есть. Но дело в том, что любая фэшн-индустрия, она посматривает специфику работы с размерами, с цветами, да? И тогда, безусловно, у нас этот опыт есть, нами реализован не только центр опыта, а и, например, проект СЭЛа, проект Беребимба. Поэтому, в общем-то, мы можем, наверное, себя называть экспертами на обуви. Есть ли компании, которые применяют смешанные технологии, и мультипэкенд, и кунду-стор? Безусловно, безусловно. Потому что есть те, кто даже не применяет эту технологию. Нет, я думаю, большинство, к сожалению, еще не применяют эти технологии. Поэтому я надеюсь, что, в общем-то, данная тема будет для вас актуальна, интересна, и, возможно, вы для себя вынесете какие-то новые вещи, которые сможете применять, там, в дальнейшем-чем днем. У меня вопрос. На предыдущем слайде был упомянутый RFID. Можете рассказать пару слов о опыте работы? Знаете, у нас с RFID мы делали мир для компании Балтика. Для чего мы это хотели применять? Для идентификации кинок. Ну, то есть те, кто не номерные, в общем-то, да, в общем, довольно дорогая вещь, поэтому для них это было актуально. Но, к сожалению, физически сейчас это не будет. Но опыт есть, понимание, как это... У нас эти технологии пока не так применяются. На мой взгляд, основная причина – это дорогая вещь. Спасибо. Да, пожалуйста. Если говорить о нашей системе, то наша система работает на уровне. В качестве ядра используется операционная система Linux. Для формирования отчетов мы используем такие известные продукты, как Crystal Report и Bartender. Всегда становится вопрос на моменте запуска, как запускать склад. У нас существует несколько вариантов запуска, и каждый клиент принимает для себя решение сам. Поэтому, как бы, вот ситуация, когда у вас есть новый склад, и вы уже туда поставили систему, и в нее непосредственно начинается... То есть процесс внедрения начинается с именно переезда, да, на наш взгляд, это идеальная ситуация. Действительно, очень много компаний, которые именно по такой схеме имеют. Но многие компании внедряют это на живом, конечно же, есть и такая возможность.